МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опора России", это общероссийская организация, в которой состоят предприниматели. Следовательно, если я в ней состою, я предприниматель. Не бояться и учиться. Тот же Байден никогда предпринимателем не станет. Даже на больничном у нас никого не было. По сравнению с тем, что было 15-20 лет, кардинально изменилось отношение к малому бизнесу. Мы балуем своих покупателей акциями. Никто не остался без покупки. Задача нашей компании – это, в первую очередь, забота о наших сотрудниках, забота, конечно же, о наших посетителях, наших покупателях. Ни один сотрудник у нас не заболел. С гордостью можно об этом сказать. Поскольку соблюдают правила все необходимые, требующиеся для этого правила. Даже на больничном у нас никого не было. Никого не уволили. Никого не уволили. Не сократили. И зарплата не изменилась. Да. Благодаря нашему генеральному директору Корочкину Владиславу Леонидову. Сельское хозяйство Сельское хозяйство – одна из самых рентабельных отраслей экономики. Сейчас, правда, там меняется. Сейчас у нас очень все хорошо для тех, кто производит первичное сырье в сельском хозяйстве. Потому что и экспорт растет, и все остальное. Но в данный конкретный момент оно завевает очень большие проблемы для переработчиков. Потому что сырье становится все дороже, дороже и дороже. Потому что оно вывозится, вывозится, вывозится. И оно с удовольствием покупается на мировом рынке. Экспорт у нас растет. А переработка страдает. То есть рентабельность всех продуктов, которые нужно изготовить, поставить в магазин. То есть рентабельность тех, кто это делает, сейчас непрерывно падает. Это вот проблема, которая сейчас активно-активно выходит на первый план. По сравнению с тем, что было 15-20 лет, кардинально изменилось отношение к малому бизнесу. Общий настрой респондентов, которые опрашивают, по-моему, в СООМ и еще какие-то, там больше 60% сочувствуют и относятся хорошо. Раньше было совсем по-другому. В 1995-м, наверное, все-таки уволился из вооруженных сил, из Института авиационной и космической медицины. А до этого фирма у меня уже было 4 года. Но опять там были люди, были какие-то наработки в то время, из прошлого, которые позволили вот таким образом это все дело организовать. И сейчас тоже есть некоторые проблемы кадров, но в Щелковском районе найти агрономов — проблема, скажем так. То есть, если хочешь к агрономам, значит, нужно сразу там жилье какое-то и все остальное. То есть, это дорогое удовольствие, в принципе, а на месте их не существует просто физически. Вот по некоторым специальностям и сейчас есть проблемы в том числе. Я бы сказала, что даже увеличились продажи во время пандемии, потому что спрос был большой на рассаду и на семена, на удобрения, грунты, все, чем мы торгуем. Сезон удался. В самое начало пандемии очень начали пользоваться покупатели нашим интернет-магазином, поскольку, вы помните, была пропускная система. И поэтому люди делали заказы. Мы их отправляли с курьерскими компаниями. Так что, все, кто хотел что-либо приобрести, все это сделали. Здесь удобно, близко, проверенный ассортимент годами. Уже знаешь, что это такое. Здесь есть, например, в этой компании серия северных овощей, которые хорошо подходят для нашего климата. Овощи мы, в основном, честно говоря, выращиваем для внуков, чтобы ребенок мог экологически чистая, вкусная. И мы знаем, что это такое без всякой химии. Мы химию практически не употребляем. Как уже показал сезон этого года, мы сумели сохранить цены в нашем магазине, чем очень, естественно, порадовали своих покупателей. Цены нашего садового центра самые низкие по Щелковскому району, Московской области. Это я вам могу с уверенностью сказать. На ваш взгляд, предпринимательство это в крови или это можно обучить? И то, и другое, наверное. Потому что есть, как бы, вот такая предприимчивость определенная. Это вклад характера, это желание себя как-то реализовать. Это, ну, наверное, флегматику гораздо сложнее быть предпринимателем, неже ухолерику. Тут надо уметь очень быстро реагировать на многие вещи, потому что среда постоянно... Ну, посмотрите даже, извините, на Трампа. Ну, вот тот же Байден никогда предпринимателем не станет. Опора России — это общероссийская организация, в которой состоят предприниматели. Следовательно, если я в ней состою, я предприниматель. Это не день, это месяц, наверное, это август 98-го года. Переинд, конечно, да. Когда там все это дело в три раза, вся эта рубль обесценился. У нас это был конкретный самый пик сезона осеннего, когда было, не знаю, то ли 15, то ли 20 фур с луковицами тюльпанов, которые были на таможне в том числе и везде. И вот все это, спрос на все это, что только что хотели люди покупать, обнулился моментально, в один момент. Ну и, соответственно, там заняло несколько лет для того, чтобы все выйти из этой ситуации. Это было очень тяжело. Наверное, все-таки запуск фасовочной техники, когда уже переходили от фасовки семян вручную к машинной фасовке. Да, кстати, очень приятный момент, и всегда и так, когда вот берешь в руки очередной каталог. Не бояться и учиться. Огромное количество стартапов на самом деле, просто бешеное. Ну, очень много, конечно, связано так иначе с цифровой экономикой, но и ниш тоже, которые можно найти в различных сегментах, в том числе совмещая какие-то офлайн и онлайн форматы, ну, каждый день что-то появляется реально. Редактор субтитров А.Семкин